Ни одно обращение не должно остаться без ответа. Помочь решить проблемы жителей – основная задача прямой линии. Алексей Русских назвал такой вариант обратной связи с самой действенной. На связи находились министры. Каждому предстояло держать ответ как перед губернатором, так и перед ульяновцами. Основными каналами, через которые можно было направить обращения, стали аккаунт Алексея Русских в социальных сетях и горячая линия 122. Больше всего вопросов поступило из города Ульяновска, порядка 58%. Другие муниципальные образования тоже достаточно активны. Город Димитровград – один из самых активных городов. Жители этого города и писали губернатору, и звонили на телефоны горячих линий, и обращались в пост. И сегодня студия Димитровграда – одна тоже из самых активных. Там сидят заявители, и они обращаются к губернатору напрямую. Всего поступило больше 3,5 тысяч обращений на самые разные темы. Состояние дорог, газификация, меры социальной поддержки, благоустройство дворов. Чаще всего жителей интересовало решение проблем конкретных ситуаций. В режиме реального времени Алексей Русских давал профильным ведомствам поручения, и многие уже начали исполнять. Собственники дома по улице Хрустальной обращаются с просьбой, помочь им отремонтировать крышу дома. Дом 58-го года, но они там являются собственниками, собственных средств у них нет. Поэтому они спрашивали, на что им можно рассчитывать, и за чей счет это сделают. Прямая линия длилась полтора часа. Алексей Русских, подводя итог, отметил, что не боится трудностей, а общение с жителями ему всегда приятно. Он поставил перед собой лично и правительством задачу быть ближе к народу и не отрываться от жителей. Помимо эфиры, как сегодня мы будем проводить регулярно, помимо этого мы выезжаем непосредственно в районы, несколько раз в месяц посещаем по графику, по определенному. И дальние, и ближайшие задачи – быть ближе к народу, для того, чтобы понимать, какие проблемы есть на земле, не отрываться от жителей и максимально эффективно их решать. Также глава региона добавил, что не все проблемы требуют глобальных инвестиций. Порой достаточно просто внимания со стороны правительства и чиновников. Александра Никитина, Управда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин